112 депутатов Советов поселений в Сургутском районе и 8 глав администраций муниципалитетов предстоит выбрать в этом году в Сургутском районе. Накануне местное отделение партии «Единая Россия» начали процедуры внутрипартийного голосования для определения кандидатур, которые смогут принять участие в предстоящих выборах. Первое праймерис прошло в Солнечном. Солнечный поселок проблемный. Работа в Совете депутатов, а тем более в должности главы, не из легких. И выбор того, кто будет решать наболевшие вопросы, должен быть сделан со всей ответственностью. Праймерис – это возможность дать более четкую оценку потенциальным кандидатам. Понимать те мысли, те дела, и люди были не случайные, а те, которые зарекомендовали себя в своей работе, работе своей и на производстве, в общественной работе. Те люди, которые имеют уважение. Процедура внутрипартийного голосования проводится уже не в первый раз. В ней принимают участие и представители общественных организаций, вступившие в Народный российский фронт. Стало уже традицией, и я полагаю очень положительной, когда перед тем, как приступить непосредственно к выборной кампании, перед тем, как выдвинуть какие-то кандидатуры, изучается общественное мнение. Каким же образом те или иные кандидаты видятся в глазах избирателей и как к ним относятся населения. Выборщикам представили 28 кандидатов на участие в выборах на депутатскую должность и четверых на пост главы поселения. Многие из них уже имеют опыт принятия ответственных решений. И отсутствие нормального, хорошего капитального жилья, это отсутствие центра досуга и творчества, отсутствие детских садов, школ, все эти проблемы. Это та задача, которая предстоит для решения будущего. Поэтому все силы, свои идеи, они в основном, конечно, будут направлены на то, чтобы создать нормальные условия для нормального проживания жителей нашего поселения. Принять участие в выборах готовы и те, кто не в рядах «Единой России», но шагают в ногу. Хватит уже задавать вопросы из зала. Пора их, если у меня есть такие возможности, ресурсы, я чувствую такое и в организме, и еще есть желание такое что-то изменить. Среди желающих что-то изменить много молодых. Половина населения Солнечного – молодежь. А значит, нужно решать не только задачи благоустройства и повышения качества жизни, но и поднимать проблемы тех, кому предстоит строить светлое будущее. Представляю я здесь молодежь, от ее имени, от имени молодежи попытаться пройти в совет депутатов. При нашем поселке, чтобы отстаивать ее интересы. Когда я учился в школе, мы занимались, я занимался лично сам, молодежной политикой. И сейчас, выйдя на более высокий уровень, попытаться каким-то образом активизировать нашу молодежь, чтобы она участвовала в жизни поселка. В итоге лидером по внутрипартийному праймерис на пост главы Солнечного стал Игорь Наумов. А среди прецедентов в кандидаты в депутаты лидируют Мениамин Кипер, Николай Мулаков, Василий Давыдочкин, Сергей Павлюк, Вадим Нарушевич, Вячеслав Веговский, Татьяна Десяткова и другие. Елена Малышкина, Оксана Ярославцева, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».